Мы должны были заселиться 31 марта 2014 года. 2017-й, но ключи владельцы до сих пор не увидели. В 2013 году стройка замерла, говорит Галина Никифорова. Затем долгий путь по инстанциям. Ситуация с мертвой точки сдвинулась. Хотим, чтобы слова нашего президента, который в свое время нас услышал, были не только услышанными, но и выполненными. Уже услышаны части обещаний, выполнены. Сегодня Рустам Миниханов обозначил целый комплекс мер, которые помогают решить проблему. Руководству Казани и Набережь Челнов необходимо при поддержке правительства активизировать работу по проблемным долевым объектам. При этом не нужно ждать инициатив только от республики. Следует находить различные формы и инструменты своевременно на решение вопросов в жилищном строительстве. Два проблемных дома уже сданы. Еще 12 строятся. До конца года сдадут не менее 6. Наша основная задача в рамках поручений организовать работу совместно с органами муниципальной власти. На сегодняшний день есть механизмы для того, чтобы этот вопрос был окончательно решен. Поэтому задача поставлена, мы ее будем выполнять. Когда мы знали эту новость, это был шок для всей семьи. Шок не только для Сабировых, но и для всего Татарстана. Крах Татфонда и Интехбанка – настоящее потрясение. Сегодня Диана вместе с родными ищут выход из ситуации. На счету осталась значительная сумма, которая сильно ударила по карману. Это был такой надежный банк, тем более наш республиканский. Когда мы вложили туда деньги, не было никаких сомнений. Как отметил Рустам Миниханов, ситуация показала, население недостаточно хорошо знает, как правильно выстраивать отношения с современной финансовой кредитной системой. И чтобы сомнений впредь не возникала, задача от президента – тщательно контролировать работу финансовых организаций. Особое внимание следует выделить вопросу качества аудита отчетности финансовых организаций. Важно не допустить искажения, которые могут привести к принятию неэффективных решений. Качественный аудит должен способствовать повышению экономической безопасности организации. Для того, чтобы сконцентрировать внимание на двух серьезных проблемах, а именно обманутых дольщиков и пострадавших вкладчиков, в Татарстане создали Республиканский фонд поддержки. Правительству совместно с фондом следует в кратчайшие сроки реализовать механизм поддержки пострадавших. В целом важно нивелировать последствия этого кризиса, не допустить новых потрясений. Мы ведем учет, вот прием, видите, у нас сотрудники ведут прием пострадавших вкладчиков банков. По дольщикам работа будет чуть позднее, когда будет выработана концепция именно учета и оказания поддержки. Рустам Мениханов отметил, не нужно ждать инициатив только от Республики. Президент призвал находить различные формы и инструменты для решения актуальных проблем вкладчиков и дольщиков на местах. Александр Севастьянов, Марат Зайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.